17 сентября с необъявленным визитом в Тегеран приехал секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. По информации государственных СМИ Ирана, его приезд связан с поручением Путина по реализации договоренностей, достигнутых во время визита секретаря Совета Нацбезопасности Ирана в Санкт-Петербург. В Тегеране Шойгу встретился с президентом страны. Пизишкиан пообещал развивать более глубокие связи с Россией для противодействия западным санкциям, пишет Ройтерс. «Наше правительство будет серьезно следить за текущим сотрудничеством и мерами по повышению уровня отношений между двумя странами. Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе. Углубление и укрепление отношений и сотрудничества между Ираном и Россией уменьшит влияние санкций». Масуд Пизишкиан, президент Ирана. Из публикации агентства Ройтерс. США, Франция, Германия и Великобритания обвинили Иран в поставке баллистических ракет России. Киев предупредил Тегеран о серьезных дипломатических последствиях, вплоть до разрыва отношений за поставку вооружений стране-агрессору. Аналитики Американского института изучения войны считают, что в обмен на свои ракеты Иран рассчитывает получить российские истребители Су-35 и технологии для развития ядерной программы. «Они также хотят кинуть вызов коллективному Западу на Ближнем Востоке. То есть есть линия военно-технического направления, есть линия военно-политического. Поэтому согласовывают позиции, пытаются найти новые возможности для технического участия Ирана в войне против Украины». Перед визитом в Иран Сергей Шойгу посетил Сирию и Северную Корею. В КНДР он провел переговоры с диктатором Ким Чиныном. Москва и Пхеньян публично отрицают факт использования северокорейских ракет и артиллерийских снарядов в войне России против Украины. Хотя факт поставок и применения северокорейских ракет при обстрелах российской армии украинских городов признали даже в ООН. Шойгу и Ким Чинын договорились о дальнейшем укреплении военного сотрудничества, сообщает Ройтерс. «Углубление взаимодействия России с Китайской Народной Республикой, Северной Кореей и Ираном является частью более широких усилий Кремля по созданию коалиции дружественных государств, способных укрепить российскую оборонно-промышленную базу и обеспечить стратегическое экономическое сотрудничество для поддержки войны против Украины» из отчета Института изучения войны. «Здесь Китай, в принципе, оставляя в стороне, нужно понимать, что стратегически Пекин имеет влияние и на режим в Кеньяне, и на режим в Тегеране, и теперь уже на режим в Москве. То есть на самом деле вот этот треугольник оси зла, вот эти диктатуры российская, северокорейская и иранская, это на самом деле такие вот карманные диктатуры у китайского правителя Си Цзиньпина, который использует каждую по собственному усмотрению». Аналитики отмечают, турне «Шойгу» состоялось именно в тот момент, когда союзники Киева обсуждают возможность применения ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов по целям в глубине российской территории. Никита Скобликов для телеканала «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова